Привет, друзья! Меня зовут Холиурин Ильнов. Мы с моей супругой Лилией начинаем публиковать видео на нашем YouTube-канале, посвященном строительству своего бизнеса с помощью интернета. Ну, для начала задаемся вопросом, зачем нам нужен бизнес вообще, зачем людям бизнес вообще. Ну, начнем с того, что как мы большинство из вас зарабатываем деньги. Мы ходим на работу. Что такое ходить на работу? Это значит 5 дней в неделю, каждый месяц, каждый год, годами, месяцами мы ходим на работу по 8 часов в день. Ну, это я рассказываю по варианту, когда это лайтовый такой вариант, когда вы 5 плюс 2, 5 рабочих дней, 2 выходных, а у кого-то и больше даже. И кто-то не 8 часов работает, а больше, ну, 8 часов это минимум. Вот, и, соответственно, весь год мы работаем, потом месяц отпуск, вот, мы можем его потратить на себя, у кого-то кто-то может заработать деньги, куда-то съездить отдохнуть, а кто-то не может. Ну, вообще, у государства есть для нас, конечно, план. То есть, для каждого из нас она составила план, как она хочет нас использовать. Значит, начало учеба в школе, в институте, в техникуме, в колледже, в училище, в лицее, вот, потом, и потом, соответственно, работа. 40-50 лет, потом выходишь на пенсию, вот, и если повезет, то у тебя пенсия будет нормальной, а если не повезет, то будет очень даже маленькая, и будет едва хватать вам платить за квартплату, сводить с концы с концами. Ну, в общем, большинство людей по этому пенсию, выход на пенсию воспринимают, будут думать об этом содроганием. Вот, не, наверное, даже все хотят дожить до пенсии, но очень смутно представляют, что их там ждет, какая жизнь. Ну, конечно, если посмотреть на людей старшего поколения, примерно становится понятно, что там будет достаточно непросто. У пенсионеров есть, как говорится, много, все, все, кроме денег и здоровья, да, понятно, такая грустная шуточка. Вот, это получается, если вы ходите на работу. Как начинается день работающего человека? Вы спите, звонит будильник, вот, как вы выключаете, судорожно, да, его, потом пытаетесь еще хотя бы 5 минут поспать или там 10, потом звонит еще раз, и так у каждого по-своему определенное количество раз. Вот, затем вы просыпаетесь, быстро собираетесь, бежите на работу, по дороге пытаетесь еще немножко покемарить, вот, потом работаете весь день, да, потом приходите, ну, перед тем, как прийти домой, вы покупаете в магазине полуфарикады, это ужин для семьи работающего человека, потому что на себя нет никакой вообще времени, чтобы приготовить что-то, чтобы приготовить что-то такое путевое, да, на это нужно времени, но и у всех это есть, да. Так повторяется каждый день, изо дня в день, вот, получается, работа, дом, работа, дом, сработа на работу, да, никакой личной жизни, как говорится. Но есть одно маленькое развлечение, это получение зарплаты, да. На минуту вы думаете, что это ваши деньги, вот, потом наступает оплата счетов, раздача долгов, ну, у кого есть, у кого нет, конечно, кто бы повезло больше. Ну, кроме этого, есть еще такие, у которых есть свой бизнес, ну, получается, это, мы сейчас говорим о линейном бизнесе, то есть, например, у вас свой магазин, но, опять-таки, чтобы этот магазин функционировал, вам, опять-таки, надо работать, да, даже если вы хозяин. Постоянно надо следить за всеми процессами, за всеми, получается, за тем, чтобы товар приходил, за то, чтобы все раскупалось, все, все, чтобы обшелачивалось, чтобы вас никто не, там, не штрафовал, вот. И постоянно, чем крупнее у вас бизнес, тем больше у вас проблемы, хлопот. И получается, не вы имеете бизнес, а бизнес имеет вас. И, соответственно, да, линейный бизнес – это тоже такая же большая головная боль и морока. Мы же хотим поговорить сейчас о бизнесе, который в перспективе, да, создает пассивный доход, так называемый резидуальный доход. То есть, вы должны, если вы хотите заработать деньги, вы должны зарабатывать деньги. То есть, не деньги должны, не вы должны зарабатывать деньги, а деньги должны работать на вас. То есть, если вы хотите работать, да, от работы кони дохнут. То есть, вы будете работать, работать, работать и всю жизнь. Ну, вот так и ничего не заработаете. Вот. А в перспективе надо заниматься таким видом бизнеса, который приносит вам пассивный доход. То есть, когда деньги, ваши деньги будут работать дальше на вас, продолжать. То есть, когда не вы будете работать, а уже ваши деньги будут работать на вас. То есть, любая работа на кого-то не принесет вам такого пассивного дохода, потому что, чтобы заработать деньги, вам приходится работать самим. А нужно такой вид бизнеса, где на вас работают ваши деньги. То есть, в линейном бизнесе вам тоже постоянно приходится работать для поддержания работоспособности вашего бизнеса. Либо, опять-таки, нанимать кого-то, чтобы они работали. И, опять-таки, платить им зарплату, чтобы они работали на вас. А мы хотим поговорить о тех видах бизнеса, о которых могут принести вам пассивный доход. Сетевой маркетинг – это удивительная штука. Чем выгодно отличается сетевой маркетинг от других видов бизнеса, которые приносят вам пассивный доход? Здесь вам не нужен старт большой, неподъемный для вас стартовый капитал. Здесь от вас требуется по несколько часов в день заниматься продвижением своего бизнеса. Ну и, соответственно, сетевой маркетинг. В нашем данном случае мы занимаемся в компании «Сибирское здоровье». Ну, соответственно, надо переходить полностью на потребление продукции «Сибирского здоровья». Может быть, она чуть-чуть дороже в цене, но зато гораздо выше по качеству. И в то же время, когда вы потребляете продукцию компании «Сибирское здоровье», это автоматически является инвестицией в бизнес для ваш бизнес. Потому что, получается, за то, что вы покупаете эту продукцию для себя, то вам начисляются для этого, соответственно, бонусные баллы. Эти бонусные баллы в конечном итоге приводят к тому, что вы будете получать за это деньги. Но об этом мы будем рассказывать в следующих видео. Сетевой маркетинг, как все виды бизнеса, которые приносят вам пассивный доход, имеют несколько преимуществ. Первое преимущество – это то, что доход вам поступает 24 часа в сутки. То есть, когда у вас будет отлаженная структура своя сетевая, доход к вам будет поступать 24 часа в сутки. Не только в то время, когда вы занимаетесь этим бизнесом, не только в это время, но и в то время, когда вы занимаетесь этим своим. То есть, у вас появляется уже личное время. Когда вы, получается, с этого бизнеса будете иметь доход, когда у вас будет стабильный доход, да, который будет хватать вам на то, чтобы не заниматься, уже не ходить на работу, а жить только на деньги от сетевого маркетинга. То есть, у вас появляется свободное личное время, и это время вы можете потратить на себя, но в то же время, когда вы отдыхаете, а бизнес у вас продолжает работать, благодаря тому, что у этого бизнеса есть такое свойство. То есть, ваша структура продолжает работать вне зависимости от вас. Ну, соответственно, вы ее не бросаете, а занимаетесь дальше продвижением своей структуры. Еще один плюс сетевого маркетинга, это значит, если у вас основной ваш доход иссякает, ну, например, вы можете потерять свою работу, да, ваш бизнес может основной линейной какой-то подвергнуться кризису, да, и там продажи могут упасть или что-то еще, то сетевой маркетинг может являться вам хорошим поспорьем для вашего поддержания вас, так сказать, на финансовом плаву. Итак, подведем небольшие итоги. Значит, в чем преимущество все-таки иметь свой бизнес, да, это прежде всего, конечно, финансовая независимость. Финансовая независимость, то есть, когда вы имеете свой бизнес, то есть, вы являетесь как бы сам себе хозяином, то есть, над вами никто не стоит, над вами никто не руководит, то есть, нет вероятности того, что вы потеряете, да, что с работой вас могут прогнать. Вот вы можете потерять должность или, может быть, вашу организацию вообще могут закрыть. Ну, я думаю, для многих это знакомо не понаслышке. Здесь же, если вы построите свою структуру, то есть, вы только хозяин, как бы вам ничто уже не страшно, вы это занимаетесь продвижением, получаете удовольствие от жизни и смотрите в будущее уже уверенно, да. На самом деле время идет, вот, молодость у всех проходит, поэтому нельзя терять время, как можно раньше надо каждому задуматься над тем, чтобы открыть какое-то свое дело. Но, чтобы открыть какое-то свое дело, нужен стартовый капитал. Для многих видов бизнесов требует стартовый капитал достаточно существенный и достаточно большие риски. В нашем же бизнесе, в сетевом маркетинге, здесь стартовый капитал минимальный, риски практически минимальные, от вас требуется только трудолюбие. Трудолюбие, конечно же, ничто не дается без труда, без труда не вылупишь и рыбки из пруда. То есть, получается, здесь просто так деньги вам не придут. Ну, нужно обучаться, нужно, ну, прежде всего, конечно, нужно ваше желание. Желание и целеустремленность. Вы сможете больше путешествовать, больше заниматься своими любимыми, какие-то любимыми делами, больше посвятить время своим родным и близким. То есть, не каждый вид бизнеса, не каждый вид трудовых занятий приносит такие доходы, такие результаты. И к этому надо стремиться, и это самое правильное решение. Правильное решение, то есть, не когда ты гоняешь себя, как раб на галерах, да, вот, а именно когда ты получаешь удовольствие от этого дела. То есть, надо заниматься таким делом, которое приносит вам пассивный доход, а не которое приносит вам дни проблемы и заботы. Это не пирамида, вот, здесь каждый может добиться успеха, и здесь, получается, даже если ты пришел даже попозже, но ты можешь при своем предложенном усердии, должном трудолюбии по уровню доходов обогнать своих наставников, то есть, тех людей, которые тебя пригласили. То есть, здесь нет такого, что кто-то, кого-то кто-то эксплуатирует. Нет, здесь каждый может стать начальником, и даже наоборот, ваши наставники, люди, которые вас приглашают в этот бизнес, они даже будут рады, если вы будете зарабатывать больше у них, и даже если вы становитесь, вы сами станете начальниками, да, сами станете руководителем, да, ни в каком, ни одна, ни один вид бизнеса, и ни одна работа такого не предусматривает. То есть, никто, нигде, ни один начальник не будет рад тому, чтобы уступить вам свое место, да, он даже не захочет это сделать никогда, а в сетевом маркетинге такое возможно, вот, и даже такое, не то чтобы возможно, а только это и приносит успех. То есть, здесь добиваешь успеха ты, если добиваешь успеха твои партнеры. Именно здесь все друг другу партнеры, никто не является подчиненным, никто не является начальником. То есть, даже в обычных бизнесах, в видах бизнеса, да, всегда есть начальники, всегда есть подчиненные, всегда есть работяги, всегда есть, получается, менеджеры, да, так называемые. вот здесь же все все партнеры все на одном уровне все друг другу получается все друг другу равнозначны и по в этом в этом вся из суть все там вся фишка этого бизнеса в этом его вся прелесть то есть здесь твои партнера всегда тебе всегда открыто для себя всегда открыто для диалога всегда помогают тебе грубо говоря твой партнер ты его ночью ему позвонить три часа ночи и выложить свою проблему он в лепешку расшибется чтобы тебе помочь потому что он знает что если он тебе поможет он помогает тебе он помогает себе вот в этом все суть то есть ты когда помогаешь кому-то ты не теряешь время ты ты тратишь его с пользой именно для себя потому что в этом вся фишка это вообще очень на этом вся прелесть этого бизнеса и я призываю вас то есть не теряйте время не теряйте время время идет моложе не становитесь поэтому пока есть силы пока есть желание пока есть здоровье надо стараться что-то делать самому что-то создавать что-то чтобы у тебя была независимость финансовая вот чтобы вы могли уверенно смотреть будущее описание будут ссылочки на страницу вконтакте моей супруги вот если у вас как и появилось желание узнать поподробнее об этом бизнесе уже сейчас на данном этапе вот и стать нашим партнером и мы вместе продолжим строительство нашего совместного с вами бизнеса компания сибирское здоровье всем пока пока до новых встреч на нашем канале